Тылы под надежной защитой. Сегодня в Чубакстарах отметили 81-ю годовщину образования гражданской обороны. Все те, кто в мирное время обеспечивает безопасность граждан, готовы к самым экстремальным ситуациям. Спасатели доказывают, это часто на деле. Помощь всегда приходит вовремя. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Торжества в честь очередной годовщины гражданской обороны должны были состояться еще три дня назад. Но 4 октября было не до праздников. Спасатели Чувашии принимали участие в крупных учениях. Всероссийские тренировки в регионах устраивают постоянно. Еще чаще свои навыки им приходится применять при ликвидации реальных ЧАЭС. Лесные пожары, аномальная засуха, аварии, взрывы в жилых домах. Они там, где помощь действительно необходима. Сотрудники главного управления МЧС, сотрудники министерств, ведомств никогда на территории республики в виде людей один на один не оставляли. Они ощущают, что на самом деле государство сегодня принимает такие решения, чтобы наши люди были в защите от любых ситуаций. В беде спасатели республики не оставляют и жителей других регионов. Экстренные службы со всех уголков страны помогали ликвидировать последствия наводнения на Дальнем Востоке. Сотрудникам МЧС из Чувашии пришлось работать на самой опасной территории – в Хабаровске. Эвакуировали людей, помогали доставлять продукты и охранять жилища от мародеров. Все те, кто отличился при ликвидации ЧП на Дальнем Востоке, сегодня получили заслуженные награды. Юрию Каргину медаль прислали из Москвы. Героем торжественного собрания стал и водитель пожарного автомобиля из Большого Сундыря. За отвагу на пожаре, который произошел весной, ему также вручили медаль. Приехав на место происшествия, Владимир Кольцов начал первым оказывать помощь людям. Ранним утром поступил звонок. Сообщили, что горит дом. Он сразу выехал на пожар. При прибытии приехал сам первым. Никого еще не было, никаких больше машин не было. Пока развернул, воду дал и побежал там спасать. Одного человека вытащил. На помощь спасателям сейчас приходит современная техника – автомобили, катера, самолеты. В ближайшие годы в регионах модернизируют и системы оповещения. Именно сейчас начал формироваться новый облик гражданской обороны. Свою эффективность эта система показала давно. На счету тысячи спасенных жизней. Как бы не было тяжело, они первыми приходят на помощь. Матрик Валев и Евгений Анисимов. Республика.